Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак. Как вы знаете, прошлые три серии получилась ерунда, потому что похерились звуковые дорожки. Я могу сделать, конечно, нарезку, такую, как вы видели уже на моём канале, что происходило в течении, но она довольно много моего времени жрёт, поэтому я не знаю, стоит ли. А сейчас же, это, я думаю, последняя серия по окрестностям Визимы, потому как мы разобрались почти со всеми квестами в этой локации. И теперь идём разбираться, собственно, с самими Саламандрами. Я не думаю, что это будет как-то особо сложно. Я сдал и квесты и Ловчиму, и уже Преподобному. Там мозги утопцев, по-моему, были нужны, или их головы. Но не суть важна, в принципе, прибарахлились так-то. Это оружие хотелось бы продать, но... Вот Саламандрами. Здорово, парни. Эй, друг, а дань кто будет платить? Какую дань? Грег, слыхал? Он говорит, какую дань? Да, детей же, идиотина. Дайте мне пройти. Ну уж нет. Плати дань, тогда пройдёшь. В таком случае, поговорим иначе. Умри, дерьмоед. Чё-то я комбо запарываю как-то необычно. Да ну нафиг, серьёзно, что ли? Чё-то пока трупы это вы. Ну окей. Не будем обращать на это какого-то особого внимания. К сожалению, просто все поныкались, эти товарищи, которые торговцы, будучи. И меня, понимаете, у меня некому продать это всё. Я пошёл в таверну, знаете ли. Вот. В таверне там напали на мою подружку Шани. Ну то есть, знаете, такой осадочек уже от этого города плохой остаётся. Ого. Знаете, я думаю, так быстрее будет. То есть, вас лучше силовым стилем херачить, да? Но мне, пожалуй, надо принять ласточку. Так, ну давайте посмотрим, чё тут у них. Чё тут у них осталось, в принципе. А, от них. Так, лучше будет. Вот, контейнер. Бочки. Останки. Так, давайте ещё чё-то опахаваем, потому как... Вот, ну и пошли в люк. Хм. Знакомые ящики. Да. Так этот ублюдок торгует с саламандрами. Ну а как ты думал? Он торгует со всеми. Это он сейчас говорил про Харена Брока. Саламандры украли оборудование из Каэрмархена. Они уже закончили первые мутации. Здорово, парни. Чё, поболтаем? Так, два силача и два ловкача. Я давно тебя жду, деревенский живодёр из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Неправда. Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийце насильников. Где Беренгар? Этот болван сбежал. Но во время нашей короткой встречи он был более разговорчив, чем ты. Да ну. Неудивительно. Азар-Евет может быть очень убедительным. Азар-Евет. Убийцы. Убийцы? Ода, это вшивота деревенская. Пришёл сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остаётся только мечтать о бои с настоящим воином. Кто такой Азар-Евет? Он самый главный. И он могучий маг. Не чита тебе. Посмотрим. Храбрости тебе не занимать, ведьмачок. Посмотрим, как ты запоёшь, когда Азар до тебя доберётся. Хватит болтать, пора переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. Здесь ничего нет. Они отправили всё прямо на нашу базу в Изиме. Тебе же хуже. А теперь потанцуем! Все вместе к нему! Сдохни, ублюдок! Смерть! Смерть! Да. Проще простого. Альвин? Отлично! Ты с мечом управляешься! А где обигаил? А ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах он, сука! Я рад, что с тобой всё в порядке. Я слышал, как они говорили, что нас отведут в Визиму. В Визиму. Именно туда я и отправлюсь на поиски Саламандры. Дети, идите за мной. Надо выбираться из этой пещеры. Вот здесь стена, похоже, тонкая. Можно попытаться её сломать. Попробуем. Так, хорошо, давай выбираться, действительно. Но сначала я облутаю этих. Ублюдков. Так, чё у вас тут есть? Курочка, немножко жира. От этого вообще одна башка осталась. Бедняга. Так. Альвин? Да, вот она стена, да? Абигайл. Воу. Почему я не удивлён? Зачем ты здесь, ведьмак? Чем занимаешься, ведьма? Колдую. А что? Слишком много дыма и вони от твоего колдовства. Сильные ингредиенты нужны для могущественных заклинаний. Достаточно могущественных для целой деревни. Не понял. Выгляни на улицу. Видишь разъярённую толпу с факелами? Они пришли за мной. «Жечь ведьму!» Кричат они. Она вызвала зверя. Я вынуждена защищаться. Люди сами вызвали зверя своей безнравственностью. Меня это не удивляет. Микула, благородный стражник ворот, он изнасиловал девушку по имени Ильза. Она покончила с собой. Ты продала ей яд. Пьяница Ода убил собственного брата из-за денег. Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в Изиме. Харин выдал стражникам белку за горсть золотых. Сука. Знала обо всём этом и ничего не сделала. С какой стати мне что-то делать? Они мои клиенты. Они отдали своё золото за яды, приворотные зелья и прочие снадобья. Не моё дело, как они их используют. Теперь понятно, почему зверь охотится за вами. Я должен разоблачить виновных. Оставайся здесь, я поговорю с ними на улице. Ты тоже замазана. Не позволяй им причинить мне вред. Если бы ты знал меня ближе, ты бы понял, что мои грехи не так велики, как они говорят. Правда? Проверь сам, если хочешь. Мы здесь одни и у нас масса времени. Ладно. Твоя красота бросается в глаза, Абигайл. Я бы с радостью узнал тебя поближе. Я буду их коллекционировать. Почему бы и нет? Ладно. Что ж, теперь есть повод её защитить. Давайте-ка сохранимся здесь. Ну, это квик-сейв. И, пожалуй, я сделаю большое сохранение. Вот такое. И вперёд. Сжечь любовницу дьявола! Пусть сдохнет в мучениях, сука! Мы знаем, что ведьма прячется внутри. Выводи её! Пусть вечный огонь поглотит её грешное тело, и мы избавимся от зверя. Не так быстро. Мы должны судить её по справедливости. Эта сука разрушила мою жизнь. Требовала золота. А потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг её. И тогда она его убила. Она заколдовала меня дьявольским колдовством. Подчинила себе мои руки и убила его. О, мерзость! О, коварство! Я нашёл в её хижине куклу, похожую на тебя. Мне до сих пор это снится. Мой брат работал в поле. О, ужас! Её колдовство сотворило убийство! Она заслужила... заслужила смерть! Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне? Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак! Каковы твои обвинения, Харрен? Он может спасти нас от заклятий ведьмы. Она меня сделала говенкаром. Она обещала отдаться мне, если я помогу с кое-то Элем. Что? Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними. И нажил отличную прибыль. Золото — это ещё не всё. Есть ещё принципы, которые нельзя нарушать. Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь. Ты принял решение, ведьмак? Конечно. Что ты думаешь, преподобный? Ведьма использовала Одо и Харрена для своих чёрных дел. Она отравила Ильзу. Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. А Бигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла её. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Она призвала зверя. Вот в чём правда. Это вы призвали зверя. Заткнись, ублюдок. Ты привёл эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандром. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны. Ты об этом пожалеешь. Да ну! Я забираю Абигайл. Расходитесь по домам. От зари времён! Женщина – корень всякого лиха! Это орудие хаоса! Строит козни против рода людского! Женщина влекома лишь похотью! Ради своих влечений противных природе! Она демоном охотно служит! Сейчас разберёмся. Сжечь грязную ведьму! Никто никого не сожжёт. Люди! Они ничего не сделают, пока мы вместе! Да ну! Разве? Пшёл вон, ведьмак! Оставь ведьму! А ты попробуй, кмет! Пошёл прочь, мразь! У вас два варианта – ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут всё, что движется, каждого вшивого кмета! Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью! Выбирайте. Спасибо, Геральт. Идём. Не вопрос. Ублюдашные. Так, последняя битва. Ох, я помню, я всегда продавал Абигайл, потому что мне помогали эти... Эм... Кметы. Местные селяне. Ах, блин. Ну, у меня, по-моему, есть мазь специальная на оружие, чтобы победить зверя. Но посмотрим, как оно всё получится ещё. Ласточка, по-моему, действует. Вот и он. Появился. Стоять. Так, что же, что же, что же. Вылечить повреждения против призраков. Да хоррэ уже, ну! Твою мать! Абигайл! Абигайл! Это была твоя последняя ошибка. Должно быть, ты измучен битвой со зверем. Нужно прекратить твои страдания. Умри, проклятый мутант! На вас двоих у меня хватит сил. Фома! На вилы его! Фома! Блядь. Зверь! Эктоплазма. И какой-то след. Это, наверное, для мутагена пригодится. Абигайл, ты жива! Вола небесам. Ты потеряла сознание, но ты жива, и это хорошо. Что скажешь? Благодарю тебя, Геральт! Ты спас мне жизнь! Я Геральт, а не Геральт! Я покину свою весу и покину этот проклятый город! Да, это правильно. Так. Собираем золотишко всякое полезное тут. Останки выродка Одо. Останки преподобного. Что это такое? Пропуск. О! Это то, что нужно. Две тысячи золотых. О-хо-хо. Что, что, что? Благодарю тебя, Геральт. Что бы со мной стало, если бы не ты? Я искренне рада, что ты мне поверил. Так. Кем бы я был, если бы я тебе не поверил? Спасибо, дорогой. Прощай. Прощай, Абигайл. Что бы кто ни говорил, но они замешаны все в равной мере. Дело в другом. Стоило ей верить или нет? Что это за топорик такой? Вроде обычный. У меня вот эта колотуха есть, поэтому... Пришлось убить зверя. Ну, не то, чтобы я был расстроен, ибо люди его сами призвали, но тем не менее. Много я потратил на это все дело. Пришлось и заюзать мазь, которую я купил там за 100 золотых или за 200. Да, это и не важно, в принципе. Детей я вывел из пещеры. Тоже хорошо. Теперь нужно вернуться в этот самый... В таверну забрать Шани. И убираться из этого проклятого места. Потому что тут честных людей абсолютно нет. А Бигайл, конечно, тоже виновата. Потому как она, получается, им содействовала, продавала яды, помогала от Ода убить своего брата. Ну, тут нельзя так судить. Я выбрал, можно сказать, меньшее зло. Действительно. Так что, открывай. Нужно забрать Шани и убираться. Шани. Там еще что-то в сундуке есть. Сейчас пойду посмотрю. Ну, давайте заберем это. Ну, шо ж, Шани. Геральт, с тобой все в порядке? Я так волновалась. Все нормально. Хорошо. Я расскажу тебе все, что произошло по дороге в Вазиму. В этой деревне меня больше ничего не держит. Меня тоже. Идем. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость поразительна. Знаешь, откуда появился зверь? Нет. Они сами, того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. И все, что им понадобилось, была ненависть, подлость, алчность и заносчивость. Звучит похоже на волшебную сказку. Ни хера себе сказка. В этой сказке есть доля правды. Пойдем. Вазима ждет нас. Да, вроде обычная деревня, а тут столько выродков жило. Преподобный, что торговал детьми. Этот выродок Харрен, что торговал смертью. Абигайл тоже невинной овечкой назвать сложно. Ода. Пьяница и выродок. Короче, все крайне-крайне плохо. Нам нужно двигаться к мельнице, наверное, потому что там Микула. Микула пропускает, пропускает людей по пропускам преподобного. Видите, призраки перестали появляться. Зверя я все-таки победил. Ну, это и хорошо. Надеюсь, больше люди в этом селении не опустятся до таких низостей. Интересно, а где Альбин? Я думаю, с ним все в порядке. Женщина замурдованная лежит. Вот что это такое? Еще трупы. Да тут хорошо прошлись эти ублюдки. Пока собирал свою армию преподобный. Наверное, рубил всех несогласных. А может, это зверь прошелся, кто знает. А может, это Дикая Охота. Тоже вполне себе вероятно. Потому что с призраком Дикой Охоты мы уже встречались. К сожалению, эта серия не попала. Но я думаю, что я сделаю нарезочку. Ну, если вам будет интересно это нарезочки по тем трем и вышедшим сериям, то я их сделаю. Одно я уже сделал. Оставшиеся две зависят от ваших комментариев и вашего желания. Ну, давай, Шанни, быстрее. Утопец. Так, можно левел поднять. Ну, так просто. Шанни, ты... Секундочку. Секундочку. Ну, вот и уровень поднял. Это, конечно же, хорошо. Давайте, ребят, на выход. Вроде всех перебил. Так, ну, это просто кач, знаете, такой. Может, ингредиенты еще потом пригодятся. Но, в основном, это просто кач. Так, останки. А, ну, это утопец. Так, ну, все, пожалуй, можно уходить уже. О, это тоже останки утопца. Да, это они просто так разлетелись. Окей. Блин, классно выглядит вот это вот натирание на меч против призраков. Так, ну, да, шанни там аж, внизу. Возле ворот этого Микулы. Темно, блин. Я ночью решил пойти. Ну, да и... Ладно. Не стоит задерживаться в этом месте дольше. Подумаешь, крестьяне. Ты бы знал о тех крестьян. Тоже мне. Ага. У вас тут проблемы? Ну, это... картона или как там ее... чертовая чума у нас тут всех морит. И чудовища тоже есть. Чудовища? Это какие? Ну, волки. Много их. Мертвяки, опять же, и эльфы с кобальдами. Волки, говоришь? Ууу, да черта волков, господины, одичавших дворняк. Воняк. Ясно. Пропуск. У меня есть пропуск. Пусти меня в Вызиму. Я хочу сказать... Я... Мне... Очень жаль. Прости меня, ведьмак. Не будь ты стражником, я б тебя убил. Выродок. Это еще что такое? Опа. Кто у нас здесь? Это... Он нам нужен? Да, мил зарь, сержант. Ведьмак. Грязный выродок. Богохульник и фальсификатор. Он спрашивал, кого опускают в город. Потом пришел с этим... Пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Хе, тогда я принцесса Ада. Ладно. То есть преподобный не имел даже пропуска в город. Это была подстава. С самого начала. Глава вторая. Тюрячка. Выпусти меня. Я не виновен. Я не виновен. Переведи, но не хочу я с политическими. Можно опоршивить. Я честный вор. Выпустите. Заткни пасть, я занят. Юс, тише. Хочешь моей смерти? Этот вор мешает. Вот-вот, вор. А сижу с политическими. Заткнись, сказал. Не ори. Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну. Прелестно, черт побери. Прелестно, прелестно. Что, не нравится, Белый? Да не очень. Нарываешься, что ли? Да. Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. Иди сюда, сладенький. Сейчас повеселимся. Юс, открой камеру. Боишься, обделался? Покажи, Белый, что можешь. Назад. Что за... Ты дерешься или нет? Сейчас, подожди. Профессор, на выход. Свободен. Профессор? Ах ты, ёб твою мать. Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак. Мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь. Это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи. Я тебя достану, профессор. Буду ждать. Так, где этот сладенький? Иди сюда. Успокойся. Успокойся. Это всё, да? Сука. Суждённый... Нет. Жопу. Ты. Может быть, я и вор, но в этом виновата общество. Ну ладно, эльф. Завтра мой большой день. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Не понял. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Хм. Какая? Мне всегда нравились игры, а Юз позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. Не, у меня есть. Давай сыграем. Конечно. Давай на троечку с тобой. Блин, у меня отжали бабла, вы видели? У меня было тысяча с чем-то, у меня сейчас 500 золотых осталось. Вот суки. Так, ну пара есть. Тройка есть. У него высшая тройка. Давай, следующий раунд. Так, пара шестерок и тройки. У него такая же лабуда. Хорошо, поднимаю. А вдруг? Только на шо мы играем? Блин, ну ёпта. Ну что это за говно? Ну. Он перебросил три. Победа. Так, ну давай. Финальный раунд. Так. Тройка. Да, играю на все. Хуёво. Ну вот и всё. До свидания. Эй, вы, отребье. Король в своей милости простит того, кто убьёт Кокатрикса, Кокатрикса, живущего в канализации. Идёт. А как насчёт руки принцессы и половины царства? Остряк, следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Да? А мы чё, в России? Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. Это кто? И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьёт Кокатрикса голыми руками. Смешно. Угу. А, сладенький. Вы шутите. Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права. Даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за неё. Тот, кто выиграет, пойдёт убивать Кокатрикса. Хорошо. Дай два пальца. Без проблем. Где он? Сладенький, иди сюда. Подходи. Я набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, свободен. Что ж, начнём. Такой же ты дурак. Да блин. Ты что, дурачок, что ли? С ведьмаком драться. Вообще охеревший. Ах ты собачий сын. Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил. Магия? Я спас тебе жизнь. С Кокатриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. А, ну давай. Только следующего раза не будет. Здорово, Мейз. Поздравляем. Ты выиграл право убить монстра в канализации. Я почти горжусь этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Струсил? Меч. Какое приятное совпадение. Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? Не твоё дело. Юз, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Тайлера? Да, придурок, именно тот. Я могу его взять. Возьмёшь его у Юза. Потом заберёшь свои вещи из хранилища. Если, конечно, у тебя будет, потом. Ладно. За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповреждённую. Посмотрим, что я смогу сделать. Хорошо. Э, открывай ворота, ёпт. Юз. Меч мне. Берёшь и пьёшь, ёпт. Как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решёткой. Обязательно. Хорошо. Потом я найду профессора. Глупо. Профессор как заговорённый. Его ничто не берёт. И он занимается мокрой работой. Куда важнее тот, кто его контролирует. Если хочешь сделать всё правильно, разберись с боссом. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их главарь большая шишка. У него есть связи. В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду. Ага. Только сначала тебе придётся пережить встречу с Какатриксом. Хорошо. Смотри за моими вещами. Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы всё было на месте. Ага. То есть мне даже не дали походить по тюрьме, да? Идёт. Займёмся Какатриксом, ёпт. Какой красавец, смотрите. Он кулшает. Милашка. Здорово. О. Так, о, ты тут полно всего. О, ты кто? Что ты за существо? А, ведьмак. Именно. А ты что тут делаешь? Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутаций. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочёл бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид. Рыцарь Ордена Пылающей Розы. Хороший человек. Я Геральт. Ведьмак, как ты уже заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать её быстро. Ты охотишься на Какатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт. Я пришёл за Какатрикс. А, это он пришёл за Какатрикс. А, это он пришёл за Какатрикс. Думаешь, сможешь убить его. Священное пламя светит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу, и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами, и довольно успешно, я бы сказал. Делаете работу ведьмаков. Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же, Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие беспеки и укреплённые замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединимся. Ладно, ладно, договорились. Договорились. Идём. Веди, ведьмак. О, там как раз вылезли эти уёбки. Эй, 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 эй. Ты чё достал? Поразлетались, ёпта. Это чё такое было? Конченые? Ебов. Утопец, бочка, решётка. Чё это такое? Ага, это растение мне пока неизвестно. Что будем делать? Проводить ритуал магии. А чё он даёт-то? Мощность знаков плюс 100%. Ну, это приятно. Так, давайте-ка замажем наш меч. Вот. Смешно. Даже очень. Так, ну тут ничего. по-прежнему. Так, давайте-ка заберём отсюда останки. Труп рыцаря. Ой. Пардон. Что за ключ? Ключ, ржавый. Ээээ. Ну, ладно. Письмо и золото. Чё за письмо? Указание от Эрика. Ну, ладно, Зигфрид, тут я ничего не вижу особого. Спирто. Тут запирто, Зигфрид. Куда дальше? Вход в склеп. Ээээ. Ты серьёзно? Что? Где? Нормально они летают. Мне нравится. Тут можно немножко ингредиентов нафармить. Мы поговорим позже. Кокатрикс опасный враг. Согласен. Пошли его убивать. Чё там? А, вот он, смотрите. Кокатрикс. Ой. Быстро он его ушатал. Большой Кокатрикс. Плохой Кокатрикс, блядь. Зигфрид, помогай. Зигфрид, помогай. Ебать ты красавчик, Зигфрид. Кокатрикс мёртв. Теперь давай выйдем на поверхность. Не думаю, что я могу вернуться тем же путём, которым пришёл. Идём, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Окей, сейчас я заберу. Что это? Сифирот. Что-то знакомое. Сифирот, сифирот. Не могу вспомнить, откуда это. Сифирот. Подожди, а куда побежал этот товарищ? Вход в склеп пультистов. Пошли посмотрим. Вот это он. Склеп ихний. И? И что? Судя по всему, ничего. Ладно. Зигфрид! Зигфрид! Я потерялся. Хотя хуй с тобой, я без тебя найду выход. Дверь у меня за спиной ведёт в город. Окей. Здесь наши пути расходятся, но... В чём дело? И? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Ассасина! Ну чё? Твои друзья? Да, типа того. Так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня. Один надзиратель в тюрьме и другие заключённые. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителя этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Ну да. Знаешь что? У меня в Лизиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи своё дело. Неплохая мысль. Да, без проблем. Может, профессионалы сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир всё ещё полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфред. Рад нашему знакомству. Да. Убить чудовище было легко. Ведь на моей стороне сражался бедьмак. Да, тебе повезло. Вот ключ от прохода, который ведёт в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочёл не возвращаться тем путём, которым пришёл сюда. Мы можем снова встретиться, если ты ещё когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда, в поисках чудовищ. Зачем? А, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Да, конечно. Когда-нибудь ты это поймёшь. Увидимся, Зигфред. И спасибо тебе. Благодарю тебя. Мы ещё встретимся. Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Изиме. Ты хороший человек, Зигфред. Так, чё у нас тут есть? Забираем. Ой, пардон. А что тут ещё у него осталось? А, ножичек. Решётка. Спирто. Храмовый квартал. Храмовый квартал в Изиме. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Нет, не здесь. Не в этом квартале. Частный детектив, о котором упоминал Зигфред. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Думаю, да. Но уже частным детективом и, собственно, храмовым кварталом мы займёмся в следующей серии. С вами был Марс. В этой серии мы сделали довольно много. Она получилась довольно большой, но тем не менее. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.